В Балакове прошло подписание трехстороннего соглашения между АО «Апатит», РЖД и региональным правительством. Этот документ, в частности, закрепляет взаимные обязательства сторон по строительству железнодорожных путей, расположенных в районе станции Юльевка, куда поступает сырье, необходимое для производства удобрений. Отсюда же к потребителю отправляется продукция балаковского филиала АО «Апатит». Род этого соглашения в том, что те инвестиции, которые компания «Пусакта» ежегодно вкладывает в развитие своих активов, и Балаковского завода, прежде всего, они требуют развития смежной инфраструктуры. Необходимо, естественно, развитие сети РЖД и внешней сети путей общего пользования и нашей внутренней инфраструктуры. Сейчас балаковский филиал АО «Апатит» производит более 2 миллионов 300 тысяч тонн готовой продукции. Приоритетные поставки на внутренний рынок. В ближайшие годы объемы производства должны вырасти, значит, вырастет и грузооборот. Поэтому все железнодорожные линии должны быть готовы к увеличению нагрузки. Стороны, подписавшие соглашение, планируют совместно разработать ряд мероприятий по улучшению технологии погрузки, выгрузки минеральных удобрений на станции и использованию подвижного состава. Технология работы «Фосагра» очень переплетена с железнодорожным транспортом, потому что еще одна ключевая цифра – это 90,5% объема всех перевозимых грузов – это железнодорожный транспорт. «Фосагра» и российские железные дороги – это наши надежные партнеры. Визитные карточки региона заявил на торжественной церемонии председатель областного правительства Роман Бусаргин. По его мнению, подписанное соглашение позволит увеличить количество отгружаемой готовой продукции за три года на 127%, а это значит, будут расти налоговые отчисления в региональный бюджет, которые потом можно будет направить, в том числе и на социальную сферу. Визит – это крупнейший налогоплательщик, это хорошее и большое количество рабочих мест с высокими заработными платами. По этому году у них уже средняя заработная плата составляет порядка более 70 тысяч рублей. Поэтому развитие этого предприятия с учетом взаимодействия с Приволжской железной дорогой, я думаю, что сыграет очень важную роль в целом в экономике Саратовской области. После подписания соглашения экскурсия на предприятие началась она с посещения заводского храма во имя Спиридона Тремифунского. Он очень впечатлил начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева. После гости побывали на площадке реализации ключевых инвестиционных проектов и на участке, на котором в прошлом году начался эксперимент по использованию фосфогипса в качестве защитного слоя земляного полотна при капитальном ремонте внутри заводских железнодорожных путей. Если его результаты будут признаны успешными, то в РЖД будут рассматривать возможность использования этой технологии при ремонте некоторых участков железных дорог, что станет еще одним показателем эффективного сотрудничества РЖД и ФосАгро.